как воспринимается иностранный язык человека тут интересное слово разрыв шаблонов происходит что это значит разрыв шаблонов есть устоявшаяся терминология устоявшиеся ассоциации во время изучения иностранного языка происходит как некий мини коллапс внутри мозга я бы даже сказала да это прям внутри мозга происходит как будто это так скажем сродни тому что вот человек жил каком-то понятном для него пространстве вот он в доме в своем в комнате него стол стул все ясно все понятно все значения у него уяснены в голове он знает цвета как называются как выглядят и так далее все ассоциативные картиночки все в папочках лежит все понятно и вдруг этот человек открывает дверь и попадает совершенно другое пространство где он слышит какофонию звуков и в этом пространстве он видит вернее так он слышит какофонию звуков и тоже комната те же предметы но они как исчезают и просто в голове вот такой шум шум все 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 пространство становится белым если до этого у него вот они картинки были все ясно то в это мгновение как вот белый шум когда на экранах вот так делает звучание когда это вообще это первичное восприятие иностранного языка мозгом человеческим и что происходит затем первичную чтобы этот белый шум стал проявляться предметы вот посредством этого иностранного языка как должно что должно произойти с человеком чтобы этот иностранный язык стал восприниматься уже дальше как инструмент помогающий воспринять реальность также как его родной язык что происходит происходит некое наложение то есть родной язык ложится как базисом как фундаментом он так плотно лежит так основательно и сверху вот этот шум белый так что должно произойти чтобы вот человек начал воспринимать мне сейчас идет такие детские передачи на иностранном языке когда произносятся фразы тут же показывает предмет что это значит как вот для для детей вот дошку дошкольного возраста как у них начинается язык учить фраза картинка фраза картинка более взрослая для людей еще сериалы вот вернее фраза эмоции человек то есть для того чтобы мозг вот вот этот шум прекратился это своего рода как защитная реакция а как паника так скажем и для того чтобы вот прекратилась эта паника мозгу надо объяснить что это язык с помощью этого языка есть до определяются предметы и вот на начальном этапе заниматься вот таким чтобы это как для мозга такая терапия привычка привыкание чтобы он перестал защищаться для него это как ну вот что-то новое непонятное и сбивающие его будет как бы где приводящие его в состояние дезориентации вот от этого вот как бы выстраивается языковой барьер как вот многие говорят у меня языковой барьер потому что почему он возникает потому что на начальном этапе когда был изучение языка этот язык он как навязывался агрессивно то есть не было так сказать привыкание гармоничного прямо привыкания к новому то есть мозг воспринял это как интервенцию интервенция ему не дали возможности понять осознать принять попробовать продегустировать а ему навязали это ему сказали вот то то есть и языковой барьер он возникает тогда когда этого иностранного языка становится много то есть обычно он когда активизируется когда носитель языка перед тобой до встает и быстро начинает говорить на языке и языковой барьер это как вот эта защитная реакция мозга шум включается белый шум все внутри защитная реакция причем этот языковой барьер он очень похож на когда вот человек как это инстинкт выживания до опасность тела сразу мышцы там напрягается человек начинает там потеть но какие-то как это вот возникают физические ощущения при такие же как при опасность то поможет избежать языковой барьер входить в иностранный язык постепенно давать своему мозгу как вот там прям вот можно его уговаривать как вот успокаивать что ты не переживай все хорошо это новый язык он тебе поможет понимать других людей в другой среде мы с тобой поедем ты будешь себя чувствовать там комфортно вот прям даже до такого на начальном этапе и показывать вот эти вот все что я выше сказала слова картинка или видеоряд который описывает вот фразу именно вот проговорили да и здесь момент важен именно озвучание сначала то есть они проговорили и показали чтобы это было понятно проговорили показали вот вот так вот это должно идти прям с картинкой вместе на начальном этапе когда потихонечку мозг воспринимает он перестает язык воспринимать как нечто инородное это кстати тоже очень похоже на такое как вирусное что-то вот организм чужой язык начинает воспринимать как некий вирус который вот клетки дал в организме начинают формироваться иммунной клетки защищать и так далее поэтому здесь на начальном да это должно быть постепенно и дальше в зависимости от того как быстро нужно усвоить язык соответственно вовлекать мозг в этот язык сначала мы там смотрим ролик грубо говоря минуту 2 все и отдыхаем не навязываем потом и завтра мы сломаем ролик там три минуты то есть наращивание времени в первое и в первое так скажем время ознакомление с языком она тоже должно быть постепенно и а дальше когда уже мозг это воспринимает как нормально хорошо так все ровно дышим дальше уже увеличивать интервалы насыщенность и так далее так что я еще здесь хотела это в общем сказать значит интересно вот дети когда дети билинговы которые изначально с рождения папа там мама на разных языках допустим говорят и изначально начинают воспринимать два языка вот если у них какие-то преимущества разница она адаптивность адаптивность дети изучающие одновременно два языка они очень восприимчивы к пространству к миру и очень адаптивные у них изначально мозг как бы воспринимает всю новую информацию как позитивную и это интересно да это прям вот именно характерно когда два языка то есть он уже изначально воспринимает и один и второй как благ ну как для себя благоприятный как для себя и это дает расширение сознания то есть потенциал восприятия он на самом деле становится намного шире такие дети быстрее обучаем и они очень воспринимают информацию новую легко просто на император заходит очень легко вот прям легко в обучении вот все все легкое математические склад то есть вот алгоритмы где слово идет как это геометрия алгоритмы логарифмы вот все такое она тоже достаточно быстро заходит и мозг такой очень так скажем не идет слова конструктивный и логичный то есть это очень благоприятно в принципе для мозговой деятельности так если мы говорим про изучение языка по когда лучше детский возраст взрослый возраст когда это благоприятней легче воспринять и так далее ну безусловно возраст детский так как в этот период снижена защитная реакция вот это то что я в самом начале говорила восприятие иностранного языка мозгом как интервенция она в детском возрасте практически отсутствует то есть там любой язык это хоть не знаю гавканье собак треск насекомых это все любопытно это все классно это все здорово все воспринимается очень легко быстро запоминается мгновенно все ассоциативные весь ассоциативный ряд идет прям пишется очень быстро поэтому в принципе для того чтобы начать изучать иностранный язык именно в детском возрасте самая благоприятная база причем там можно одновременно учить даже несколько языков то есть не один там допустим английский несколько можно даже взять противоположные языки допустим английский китайский учить и в игровой форме давать ребенку усваивать нагрузка будет сильной да или нет ну нет идет нет но смотря в какой форме его давать и как требовать результат то есть это должно быть для ребенка игра они достижения не на достижение результата то есть для него это должен быть очень интересный игровой процесс и тогда это все будет прям закладываться закладываться я провяжу как вот мозг у прям вот как расширяется прям раскрывается то есть это прям очень классно какого начинать возраст трех лет да прям с трех лет уже можно начинать совершенно спокойно давать другой язык учите если это не билинговая что поможет быстрее всего освоить иностранный язык мотивация вот что касается мотивация какая у меня здесь есть информация как эту мотивацию в себе так скажем раздуть раскрыть возобновить вот ну кроме того когда человек перед обстоятельствами оказывается а вот если нет каких-то важных обстоятельств но есть желание выучить язык у меня такая идет информация что если есть желание и пока так скажем в перспективе у человека ну нет каких-то вот таких в перспективе важных событий где требуется знание языка но есть внутреннее желание значит необходимость этого языка она есть уже в пространстве в перспективе будут такие события в которых человеку понадобится этот это знание это значит что это значит если есть внутреннее желание даже такой ну непонятно еще но вроде как-то хочется но непонятно зачем значит это пригодится в будущем поэтому если есть внутреннее желание изучения языка потихонечку его можно впускать в свое пространство этого то что я выше говорила начинать с языком знакомиться здесь мотивация она как раз и может идти от этого вот от этой информации что если есть желание значит уже как бы надо понять будут обстоятельства даже если я сейчас в ближайшей перспективе их не вижу но мне это нужно будет это тоже может уже быть мотивация может быть не так усиленно налегать на язык а начать язык и изучать вот своем темпе в своем в темпе так чтобы это было так скажем в удовольствие просмотр сериала на английском языке с русскими субтитрами это как раз вот на самой начальной стадии для того чтобы привыкать к звучанию языка это как раз вот чтобы мозг потихоньку понял что интервенция это не интервенция это вот это это язык да это инструмент вот так что еще здесь рекомендовать изучение слов и написание слова да безусловно это прям такая очень эффективный способ запоминания но здесь именно конструкция лучше запоминать вот прям предложение можно запоминать прям фразу сразу записываешь и перевод к ней пишешь и здесь очень важно не набивать пальцами вот в телефон да а именно ручка и тетрадь именно вписывать вот эта моторика которая напрямую связана с возникновением новых нейронных связей она очень важно изучение уже грамматики структуры языка и так далее это безусловно эта конструкция языка такая она более это уже как как архитектурное строение вот как уже этого на фундамент то есть надо договориться с мозгом чтобы он привык а дальше уже выстраивать конструкцию здания с помощью различных грамматических упражнений и граммать грамматических правил для каждого по-разному вот здесь уже изучение именно грамматической основы но может зависеть от восприятия индивидуальное восприятие информации конкретным человеком кому-то надо графики чертить вот прям таблички чертить кому-то можно какие-то схемы прям чертить вот особенно вот эти временные конструкции там то есть здесь нужно потому что с грамматикой с ней как бы она такая похожа на математику вот прям по структуре запоминания здесь надо для себя как-то найти определенный способ как вам удобней что еще здесь важно знать понимать нравится до язык должен безусловно нравится должна нравится интонация произношения языка и внутренняя сонастройка это больше идет от вибрационного соответствия тому или иному языку и это уже такая более тонкая конструкция которая по сути все равно автоматически автоматически соединяет с тем или иным звучанием языка то есть здесь можно на эту тему не париться потому что оно происходит естественным способом человек не будет учить язык который ему неприятен у по крайней мере он может начать но как это может уйти так вот чисто для галки это вот мы берем там какие-то обязаловки раньше вот тогда тот тот этот вот ты должен эти языки знать вот он чисто технически может какие-то моменты автоматически выучить зазубрить и забыть все он уйдет этот язык то есть здесь элемент нравится присутствует ну и мотивация до языка то есть я сейчас мне пришли еще когда люди начинают учить язык после там каких-то романтических отношений но это уже идет к мотивации когда сам сам язык немножко уходит на второй план до первый план выходит задача понимания того или иного но это обычно такие вещи они там мы сейчас берем когда человеку надо учить язык у него задача уже не в самом языке а вот как бы заключить сделку понять партнера и так далее это немножко другая история и здесь по сути кстати вот с такой мотивации мозг он кстати как интервенцию иностранный язык не воспринимает здесь он уже изначально немножко включается как бы другая схема у нее он сосредоточен на получении определенного результата задачи вот он там знает ему вот нужно понять этого человека и тогда этот язык изначально сразу идет как инструмент он его прям сразу аукей это инструмент да хорошо он его сразу начинает воспринимать то есть вот такая сильная мотивация она конечно в плане изучения языка более эффективная вот до этого то что я говорила это когда у человека есть просто внутренне интуитивное желание изучать язык так вот вроде как незачем желание есть вот а когда есть сильная мотивация здесь все быстрее происходит но принцип тот же только сроки уже сокращаются можно изначально сразу брать большими отрезками давать привыкать мозгу он уже это будет есть гораздо быстрее для него это уже будет не травматично он это уже по-другому воспринимает почему у нас вообще давай так сейчас метафизику зайдем давай так говорили вообще было ли какой-то исторический период в жизни человеческого общества вообще когда все люди говорили на одном языке было ли такой период да или нет к у меня есть информация нет у меня идет информация нет а может ли человечество прийти к такому периоду когда они будут говорить вот на одном языке до период расцвета его можно обозначить период расцвета когда человечество поднимется на второй уровень более высокий уровень развития нежели но находится здесь и сейчас то есть объединение под единым языком подразумевает принятие и приятие взаимодействия к себе подобным на абсолютно равных условиях взаимоуважение то есть принятие другого человека без как без как это безусловно без навязывания своего мнения без определенных мы но без манипуляции и так далее то есть это очень так скажем высокого уровня морального имеется ввиду взаимоотношения только при этом возможно и возможен переход на общий язык для всех честно даже не хочу спрашивать про временные отрезки что дает человеку изучение иностранного языка расширение кругозора изучение иностранного языка она прям активизирует мозг очень хорошо это даже как физиологически полезно как физически вот как для здоровья мозга деваться я всех зон когда изучение происходит языка а в общем еще что дает изучение языка кроме этого изучение иностранного языка это одна из возможности понять другого человека в языке зашито зашифрована матрица поведения матрица структуры данного народа как канва это как общая такая что это как это можно назвать но это как общая какая как загрузить информацию о человеке то есть ты как сразу как тест вот сейчас мне так вот это вот психологи дают пациенту теста заполнить вот он этот тест заполняет и психолог уже себе картину о личности может представить да уже есть как психологический портрет личности что и как изучение другого языка она как раз как вот этот тест психологический она дает возможность понять не просто даже это значит такой идет не на сознательном уровне она как бы она как подготавливает среду для принятия вот этих людей этого народа культурный код вот есть еще такая такой термин дает возможность понять культурный код этой народ это этого на этого народа народность террасы и так далее даже начиная причем это происходит так скажем на бессознательном уровне просто изучая конструкцию языка сначала просто а потом конструкцию языка какая-то происходит создает как-то сильная синергия но происходит как соединение с общим кодом можно сказать тогда про английский язык который на протяжении уже скольких десятилетий является международной учиться всеми что это что это дает британский английский изучение британского английского что дает аутентичный язык он дает вот изучение британского английского он я прощу аромат какой-то как вот у меня есть такое ощущение как будто аромат лондона чувствую вот англия у меня прям ассоциативно англия встает вот погода каменные дома вот это вот все аутентичность народности она проистекает вот британский английский а если мы берем американский английский здесь я что могу сказать по поводу этого языка язык намешанный british аутентичный язык идет американский английский я его вижу как коктейль так интересно и это не просто другие слова из других языков а другие люди со своими языками пытались этот british английский произнести а вот другой там допустим мне вот это приехал там кто это приехал герман германец приехал и английский язык английские фразы пытается говорить а тут итальянец приехал пытается английские фразы говорить и вот они между друг с другом через этот английский язык пытаются договориться как-то что-то понять а тут еще то есть получается что американский английский он становится как мостом он более легкие по консистенции своей в нем больше как бы он быстрее ложится усваивается в нем нет такой глубины он не дает так скажем культурный код потому что он является как как каким-то таким вот сейчас я это картинку такой лишь как покрывало которое держат люди разных национальностей и вот как вот растягивают до держит руками это покрывало вот это язык а все его вы так держат и по сути американский английский он дает она ну хорошо это как формировался язык она здесь и сейчас если мы говорим про американский язык в зашив за закодированы в нем код какой-то культурный код так называемых американцев на здесь и сейчас вот все равно есть здесь уже есть плотность языка как будто чуть больше но так интересно что в язык зашит код не нации людей конкретно проживающих в америке в северной америке а как будто зашит код вот этой многонациональности восприятия разных людей разных культур разных языков то есть изучая американский английский а он как вот как разбавляет цвета вот как я не знаю как как какой-то некий растворитель который под растворяет собственный код и дает возможность воспринять код другого человека то есть немножко как это немножко другая форма у него то есть я не могу в нем уловить код нации я начинаю его вот он как вот как переводчик вот как как включаешь этот google переводчик да ты сюда вот говори на итальянском да а через него я буду понимать вот он какой-то упрощенная версия понимания стопроцентного аутентичности это как инструмент для понимания вот прям вот на уровне интеллекта вот так идет ну а какая здесь плюс 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 это он легче усваивается этот язык он этот язык он как так умение требовательный потому что его как бы основа она просто вот коммуникацию между двумя разноязычными людьми сделать нет такого какой-то глубинного пласта который заложен допустив какие-то другие языки в частности братья если русский язык то есть он там такой но это уже другая тема немножко да если брать конкретно отдельные языки их я думаю они по-разному воспринимаются энергетические и влияние этих языков на человека она тоже вот будет разным а вот исходя из этой информации которая сейчас говорю вот исходя из этого изучать тогда язык но общая канва она все равно вот та которая выше сказала да потихонечку приучаться русский язык генетический код что дает изучение русского языка глубинный язык глубокий глубокий очень вот очень большая глубина я прям сейчас вижу как океан и заныривает вот заныривает человек с маской с трубками вот плавает вот где-то в верхних слоях воды а там прямо то глубина достаточно большая то есть здесь возможностей при изучение языка там какая-то совершенно безграничная возможность изучения пласты очень-очень глубоко кто начинает изучать русские они вот как с маской плавают папа вот ровно погружается настолько сколько маска то есть прям вот где-то наверху а сама глубина очень большая такое очень как погружение идет вот в эту она даже может как знаешь как интересно она может как трансформировать вот прям меняет вот чем дальше человек погружается тем в нем больше может происходить изменения для мозга это кстати вот такой прям уж раскорячивается вот так весь возможности раскрывается даже если мы берем вот наш русский язык который здесь и сейчас есть то есть как усеченная версия так скажем измененная версия того что было ранее да все равно выглядит как такая большая толща воды для иностранца это прям очень но это сложно не сложно это как много то есть это как перед собой как выйдет в то можно просто плыть плыть вообще и плыть бесконечно вот это что относительно русскую минут китайский еще язык вот если брать китайский язык японский то есть это такие от ли отличные языки где-то его иероглифы любой человек может просто взять и выучить китайский язык да или нет нет не любой для многих людей этот язык как стена кирпичная высоченная каменная даже не кирпичная каменная из которой такие небольшие выступы есть и вот человек как вот как вот по горе как вот учиться когда скалолазанию он как вот хватается ногу сюда поставить сюда просто браться скользнул потом опять очень сложен в освоении и вот представляется как такая прям высокая стена каменная а какие вот те люди которые усваивают китайский язык а это вот что отличает этих людей структурность настройка причастность сопричастность к этой культуре в этих людях присутствует как днк зашитая днк позволяющая сонастраиваться с данной культуры то есть как правило в этих людях присутствует сонастройка еще ее можно отследить даже вот как с раннего возраста как-то по ему и пересечения всегда были или интерес какие-то эти в детстве у детей какие-то там сказочные герои вот пересечения с культурой с этой внутренние вот это прямо чистая сонастройка причем она происходила длительное время не просто так человек раз и все пошел китайский учить он будет по этой горе вот лезть и все зубы сломает об этом а вот именно вот это сонастройка увлечение культурой проникновение этой культуры то есть здесь вот такая сначала идет глубокая идет а затем только заход вот в язык и постепенное погружение в этот язык очень плотная вязкая проникает полностью в человек очень интересно происходит такой процесс погружения туда он как вовлекается в другую вообще в другое как пространство вот такое вот разъединение и вовлечение и вовлечение как в другое пространство то есть сильно отличить отличину отличается очень сильно применяется даже мышление немножко меняется у них они даже как-то вот восприятие информации чуть по-другому идет нежели вот у европейцев ну всех остальных короче не азиатов меняется стиль мышления может даже к ним больше соответствовать но короче есть внутренняя особенность вот есть внутренняя особенность у этого человека относительно этого этой культуры